Премьер-министр страны, представляющий ведущую политическую силу коалиции, наконец сообщил, что кандидатуру на пост президента партия реформ выдвинет 3 августа. Это еще не поздно. По закону, официальная регистрация кандидатов начнется за четыре дня до первого выборного тура в парламенте, так что никакой закон реформисты не нарушили. Однако столь затянувшаяся нерешительность позволяет некоторым политологам говорить о внутренних трениях в партии. Ведь есть три серьезных кандидата. Один из самых опытных эстонских политиков Сим Каллас, действующий министр иностранных дел Марина Каллёрант и экс-министр, а ныне евродепутат Урмас Паэт. Эксперты сходятся в том, что обсуждаться будут две кандидатуры – Калласа и Каллёрант. Предполагается также, что если бы кандидат выбирался бы голосованием в правлении и парламентской фракции, то победил бы Каллас. Но решение реформистов должно быть консенсусным, то есть единодушным. То, что считанные недели до президентских выборов ведущие партии не могут среди трех кандидатов выбрать одного – это негативный знак для этой партии. История покажет, так сказать. Для этого осталось, скажем, не больше месяца, тогда уже все ясно. Мы будем знать имя нового президента, и тогда можем уже обсуждать. Пока ни Каллас, ни Каллёрант не дожипает, свои кандидатуры снимать не собираются. А возможно, в внутреннем конфликте говорить и тот факт, что не так давно один из депутатов парламентской фракции оставил свой пост и сообщил, что решил заняться бизнесом. Но, как выяснилось, он будет брошен на президентскую кампанию Калласа. Поговаривают, что его уход не был вполне добровольным. Множатся и слухи, например, о том, что реформисты могут вступить в переговоры с соцдемами и даже с заклятыми врагами-центристами, чтобы протолкнуть своего кандидата. Просто, если никто ни с кем за спиной в парламенте не договорится, то возникает вопрос о том, сможет ли Риги Кугу вообще выбрать президента, или процесс перейдет в коллегию выборщиков. Так что для поиска компромисса остается не так много времени. Выборы президента – это и вопрос парламента. И тем более тогда, если пойдет во второй круг, тогда уже представители самоуправления и так далее. В принципе, для истории значения нет. Значит, будет президент в первом круге или во втором круге – нет значения. А вот для такой политической культуры временно, да, если вот как-то парламент опять захочет, например, зарплату повысить себе или что-то, ну, сразу народ вспомнит. Слушайте, вы президента выбрать не можете, а вот зарплату, пожалуйста. Без президента страна не останется. В Конституции четко прописана процедура выборов. Да и в соответствии с основным законом у нас парламентская республика. Действующий состав парламента может обсуждать достоинства и недостатки существующей системы избрания президента. Но изменить ее не в его силах. Зато парламентарии помнят о том, что в 2017 году пройдут местные выборы. Их предстоящие шаги могут во многом определить их исход и персональную судьбу каждого депутата. Владимир Михалков, Титкарк, Первый Балтийский канал.